я боюсь между нами девочки я боюсь что после этого страшного невиданного урожая мне несколько деревьев полностью разрушила нам еще на нескольких огромной ветки упали вот этот дикий урожай предвестник плохой погоды обстановка их мало нет нет я не про политику я про про климат смотрите что получается и не все пуст значит этот как называется водохранилище сальшушенская пустое полу пустое она всегда аккумулировал тепло и уж когда даже у меня не было абрикоса вас абрикосы были но были немножко да но все-таки были были бы а у меня было из 5 лет последних два пустых вообще а сейчас случится еще хуже значит воды нет тепло аккумулировать некому так и не сеет наверное может и замерзнет а может и замерзнет ниже плотины мы этого не знаю но вот этих два плюс два градуса теряем и или урожай пропустят а если еще сверх мороза то возможно и и вот этот вот урожай да вот вы продаете абрикосы вон и не абрикосы я переживаю что это чуть ли не конец финала и еще знаете что я скажу вот сейчас посмотрю запись уйдет а смотрите в начале случился феномен огромный невиданный феномен мы превзошли науку у нас в научных садах пусто у нас все есть я про абрикосы черешни вспомните боднера царского небеса персики даже дошли шелковицы попадались грецкие орехи вспоминайте потом случилось страшное а страшное такое раз проверяю еще раз запись вот случилось страшное литература научила унисажать деревья собственными руками смотрите мне в глаза и говорите в эти годы обрезка делали деревья нет нет сотни тысяч садах по всей округе я имею ввиду черемушки майну сайногорск так вплоть до абакана так вот первыми погибли десятки сотни тысяч деревьев на которых были следы обрезки а теперь вспомним заброшенные сады вспомним тех бомжей которые здесь же здесь же вот где вот здесь же сдай сдаются эти до заброшенные сады нетронуты а потому что некому было калечить а там каждый год обрезка это святое иначе иначе не обрежешь умрут вот эта дикость была принесена журналами этими я не обрезаю так у вас зато урожай правильно обрезать вот и правильно вот мне так прятаться ну-ка и громче 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 в лагу где старые дачи были все деревья высохли а где еще раз как вот здесь в лагура а все деревья а почему вот этот сокрут как его рак называют а это вы про это не рак это броню что это рак не нужно это это бактериальная болезнь которая по привычке раком называют а грибково-вирусная вирус но не рак рак это грипп грипп ни при чем как такового рака в интернете никто не нашел это вирус да вы правы только когда обращались соответствующие инстанции могут помогите деревья именно яблони только яблони гибнут этими сотнями тысяч сколько их тут погибло ужас вот ответ был такой попрыскивайте а это все ничего не дает все друзья я прощаюсь потому что осталось полминуты и закончится съемка это это вам спасибо что так хорошо нам это расскажу приезжайте еще приезжайте еще мы тут да я никуда не уезжал только знаете что случилось я обращался меня в раньше телевидение каждый год показывал откуда что меня знаете правильно вот а сейчас когда я по мне вот сейчас приезжали кемерово сняла красноярск снял а мы же не видим не видим а а когда я обратился в абаканском не сказали гонима нету заразы вот тогда сути плане же вот а все мои знания опыт и наблюдание наблюдения никому не надо кемерово смотрят а здесь нет написать бесполезно очень рады с вами другое место сели бы мы где-нибудь на полянке ладно девочки дайте дайте вам поцелую руки ваши ваши заслуженные ну давайте давайте все добро я сейчас заплачу честно молодежь это другие люди нас таких осталось того ну про помидоры уже в другой раз кончилась эта запись все друзья я поехал давайте растрогался расчувствовался вот мы с вами последний звуки как у нас болеют дальше это вот мы спиливаем эти больные ветки вот сейчас только говорила с этим товарищем это не рак сейчас секундочку а запись уйдет рак это грибное заболевание оно присуще дереву ветка отсохла покрывается мертвыми тучины коран допустим на на это омертвела просто вот на коре появились морозобоины там ожоги а нас часть коры стала мертвая да я тогда она покрывается грибами это их честная законная работа . больше и можете выскабливать не поможете просто не трогать и и даже вот мы сейчас говорили про про тот же самый мы говорили про медный купорос ничего не надо это делать то что случилось однажды примерно 8 лет назад началось с майной я же везде езжу все вижу потом а может быть его боками началось короче к нам привезли бактериальную болезнь я ее чтобы напугать сам назвал бактериальный рак но не грибковый вот бактериальный рак он начал уничтожать деревья все подряд но первые погибли деревья на которых были обрезки то есть вот эти раны на кольцо это самое страшное они первые заболели умерли от них пошло даже именно бактерии это он был быстротечен за несколько лет уничтожил абакан минусин саяногорск майны черемушки я еще слышал сказали это со средней азии откуда там да 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 точно с саженцами вариантов нет это тоже как мы болеем гонконгский гриб там это обезьяний гриб понимаете когда вы спилили до замазка она помогает потом она трескается все равно трещина появляется раз второе никто не может из тех кто нас учит убивать деревья то есть вот рано допустим толщиной с руку с ногу на наших глазах выпиливает так и говорят теперь дерево будет жить долго еще счастливо и пускай это ветка так переходим помидором да 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 у меня слов нет у меня полтора килограмма помидоры вес а вы это в минусинске не участвуете конкурс не а там до двух килограмма и жигули вручают да аж не поверю великан называет великан ага великан ой девчата я по помидорам не специалист я могу любоваться и кушать это место подробнее запись не кончилась говорите вот азиаты привозят свои саженцы берут в наших теплицах там немного саженцев берут справку что это наши саженцы и и потом начинают свои толкать как даже у них справка есть вот так они делают а что-то справка как будто здесь куплено местные как местные продают я вас внимательно выслушал я это знаю потому что я подходил каждому привозят с крыма а где вы вырастили говорят а у вас в эту самую калах я рюкалах нет ни одного сада там с черешей с персиками с абрикосами там всегда за 40 они говорят а мы там доращиваем то есть привозят каллы снимает дом прикапывают и на рынок теперь получается да эту болезнь привезли но никто ее не оценил ущерб не ценил я два года ездил это раз не кончилась и скажу страшная вещь я два года ездил в абакан беда случилась с человеком близким 60 раз я возил его а пока на процедурах я свободен и вот они рынки саженцы хожу щупаю и что я заметил остались только ранецки а крупноплодных а ведь это был рай абакан райбул яблони минусинс тоже привозили в абакан тоже рай а сейчас только ранецки вот страшный ущерб это сколько детей осталось без это без фрукта а какие яблоки были но честь и вам скажу лучший звучит шорт мелба это вы а как вы сохранили мост и а так вы говорили вы же не режете ой дайте все руки поцелуи давайте я единственный в стране воин с этими с дикостью с этими обрезками бесконечно слава богу если бы вырезали его сейчас не было бы вас тут с яблоками они они так еще чуть ли не я когда спросил они чуть ли не извиняюсь но мы не умеем мы бы резали так было да да совершенно верно за вас заносим и все не специалисты